10 типов стильных мужчин. Какой тип твой? Сейчас выясним. Первый тип. Реактивный. Стиль, функциональность и комфорт. Все это желательно сразу вместе. Итак, реактивные парни готовы заплатить за свою одежду немного дороже, потому что они хотят, чтобы одежда говорила сама за себя. Если он выбирает пиджак, то это будет 100% шерсть, и чтобы у него были уникальные функции. Ему также важен факт, что шерсть прослужит долго и будет хорошо выглядеть. Эти ребята много путешествуют и летают в самолетах, останавливаются в гостиницах и понимают, что люди в той или другой стране моментально будут их оценивать. Поэтому они стремятся стильно выглядеть. Они осознают, что одежда несет в себе посыл. Они стремятся к лучшему и готовы заплатить за премиум вещи. Следующий тип. Это Дэнди. Его волнует одежда, фасон и внимание. У него достаточно смелости одеваться, как он пожелает. Дэнди реально думают о внешнем виде и мастерски к этому подходят. Если это пиджак, тогда все мелкие детали будут учтены. Если речь заходит о туфлях, то они хотят знать, кто этот ремесленник, который их делал, или кто делал эту бутоньерку. Они готовы платить именно за это внимание к деталям. Необходимо понимать с исторической точки зрения, откуда появились Дэнди. Посмотрите на Оскара Уайлда. Ирландский писатель-поэт, который проделал свой путь в британском обществе. Он был немного революционером. Поэтому я уважаю Дэнди. Одеваются, как они хотят, и используют одежду для достижения своих целей. Далее идет брутальный мужчина. Его гардероб в основном из практичных вещей. Очень прочных и мужественных. Если разобрать каждую деталь в отдельности, то можно найти, что они все сделаны для работы и функциональности. Так, чтобы можно было пойти на рабочее место и начать заниматься делом. Взгляните на эти ботинки. У них резиновая подошва. Потому, что если вдруг на полу пролито масло, то меньше всего вам хочется поскользнуться на нем. Поэтому резиновая подошва даст вам сцепление. Верхняя часть этих ботинок более плотная и тяжелая. В таких ботинках можно попасть в грязь или в воду, и ничего не будет. Эти ботинки еще прошиты стишком Goodyear. Это делает их еще более устойчивыми к воде. И их можно будет повторно прошить. Следующий тип. Это бунтарь или рок-звезда. Этот парень безумно уверен в себе. Он нетрадициональный и не боится внимания. У многих из нас в голове есть картинка идеального бунтаря. Это такой парень в кожанке, белой футболке, джинсах и ботинках. Но это только один образ. И мне кажется, что каждый является бунтарем, кто не боится вызывающей одеваться, и прекрасно знает, кто он есть, и одевается соответствующе. Если вы хотите быть рок-звездой, тогда вам необходима уверенность и тренировки, чтобы одеваться в соответствующей манере. Потому, что иногда вы будете привлекать к себе внимание. Так что необходимо уметь постоять за свой выбор. Следующий тип. Это классика. Одежда в гардеробе этого мужчины не имеет времени. Она качественная и проверена. Поэтому, когда ее надевают, он уверен, что, когда посмотрит на фотографии с собой через 10 лет, он будет выглядеть хорошо и стильно. Поэтому он понимает, что может сделать инвестицию в качественные вещи. Он потратит пару сотен долларов на пару туфель, тысячу, а то и две, а может и больше трех тысяч на костюм. Потому, что он знает, что будет его постоянно носить, и он окупит себя. Внимание, не путать этого парня с человеком, который носит ретро-одежду винтажного стиля из 50-х или 30-х годов. Это разные люди. Ничего против них не имею. Но классический тип. Он просто хочет носить такую одежду, которая никогда не выйдет из моды. Следующий тип – это модник. Этот тип включает в себя все, что связано с модой и трендами. Это когда ты надеваешь правильный бренд в нужное время. Этот парень читает все модные журналы, он следит за показами, он знает, что будет круто носить в новом сезоне. Он понимает, что берет на себя риск, потому что что-то, что он покупает, через год уже выйдет из моды. И он не слушает никого, а хочет быть первым, кто наденет эту модную вещь и выделяться среди других. Этот тип ходит по тонкому краю моды. Следующий стиль у нас уличный. Этот тип не следует трендам, а создает тренды. Он понимает, что улица – это современный подиум. Он выходит на улицу и понимает, что это живой эксперимент. Поэтому он старается на максимум и создает свой стиль. Далее идет тип униформа. Это стратег. Он четко понимает свое послание и он расчетлив. Он проводит много времени над созданием своей униформы, своего образа, а затем просто ставит все это на круиз-контроль. Это не обязательно должен быть костюм или спортивный пиджак. У этого парня может быть очень casual стиль. Например, как у Марка Цукерберга. Серые футболки, серые толстовки, джинсы – все это составляет его униформу. Этот парень не хочет заморачиваться, когда одевается. Он понимает, что его одежда посылает сигнал. И когда это происходит, то ему достаточно того, как с этим справляется форма. А он лучше сфокусируется на своей компании, на продаже продуктов и развитии доходов. Следующий тип – это привилегированные. Этот стиль связан с традициями, обществом. Они выбирают определенные бренды, чтобы они могли посылать сигнал, что они часть группы, они член клуба, или входят в определенный круг. Многие воспринимают это негативно. Смотрят на таких людей, как на элиту. В некоторых случаях так и есть, я согласен. Но есть также и такие группы, где это позволяет идентифицировать друг друга. Например, военные атрибуты. Как, например, этот галстук. Когда вы увидите такой, то вы сможете сказать «О, этот парень ходил в ту же военную часть, что и я». А есть еще большое множество других. Например, массоны, которые носят определенные предметы и посылают определенный код. Я тот человек, с которым тебе необходимо поговорить, потому что у нас есть нечто общее. Следующий тип – у нас идет плейбой. Это все, что связано с силой, статусом и привлекательностью. Когда в помещение входит плейбой, то неважно, какая ситуация там разыгрывается. Он хочет показать свой авторитет Альфача. Как мужчина высшего ранга, который держит все под контролем. Потому что, когда ты держишь под контролем ситуацию, то люди к тебе относятся с уважением. Вы выглядите властно, даже если ее у вас нет. Но в этот момент вы занимаете высокий статус у людей в их сознании. Вы также будете более привлекательны для женщин и мужчин. Но, конечно, больше для женщин. Господа, мне очень любопытно услышать, каким типом вы являетесь. Пишите в комментариях. И если вам понравилось видео, то кликайте на кнопку и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok